Детский церебральный паралич Когда вследствие каких-то повреждений в внутриутробном состоянии ребенка или в период родов возникают повреждения, ведущие к параличу конечностей, контрактурам, которые очень быстро, уже где-то на первом году жизни приводят к инвалидности. На самом деле понятие детского церебрального паралича сегодня это немножечко не то, что было изначально, оно гораздо шире и мы с вами будем говорить о этом уже с учетом, как Давид сказал, с учетом медицины 21 века, с учетом современных представлений о том, что это такое, ну и соответственно используя данные нашего опыта с работой с такими детьми. Значит, детский церебральный паралич понятие довольно общее, довольно сборное. И наряду с действительно тяжелыми формами детских церебральных параличей есть очень легкие, практически незаметные на первый взгляд формы детского церебрального паралича, которые могут впоследствии привести к тем или иным проблемам. Значит, отчего возникает детский церебральный паралич? Ну, прежде всего, вот здесь мы объединим, наверное, в наших головах то, о чем говорила Исефа и доктор Рима в прошлой нашей конференции. Дело все в том, что причина детского церебрального паралича, они достаточно многообразны, эти причины. И прежде всего, это сбой в внутриутробном развитии ребенка, и прежде всего, в внеутробном развитии его нервной системы. То есть, все факторы, которые в той или иной степени влияют на нервную систему, на развитие нервной системы плода, они в конечном итоге приводят к понятию детско-церебральный паралич. Что же это может быть такое? Ну, это может быть самые такие часто случающие вещи, и самые простые для начала, да, это травма плода, как бы травма матери, да, беременной женщины вследствие травмы плода. Это вирус, который проникает через плаценту. Плацента имеет определенные защитные свойства, но вирусы, некоторые вирусы проникают через плаценту и напрямую воздействуют на центральную нервную систему будущего ребенка. Это прежде всего, ну, часто, и более часто, это вирус гриппа, это вирус гербиса простого, это вирус таких заболеваний, как корь, краснуха и другие. Это вирус обстейнобар, это, ну, такие вот специфические вирусы, цитомигаловирус и так далее, которые уже встречаются гораздо реже. Это микоплазма, токсоплазма, то есть группа вирусов, которые передаются половым путем, соответственно, как профилактика, да, вот все, что я говорю, беременные женщины должны к этому относиться очень внимательно и очень осторожно. Значит, кроме вот этой группы причин, есть причины, которые могут вызвать ДЦП, они связаны чисто вот с развитием плода. Да, это могут быть какие-то генетические нарушения, это могут быть какие-то нарушения в плане развития центральной нервной системы будущего ребенка, то есть какой-то сбой произойти. Вот. Это одна группа причин, которые приводят к детским церебральным параличам. Вторая группа, которая приводит к детским церебральным параличам, это период самой предродовой и роды. Значит, что происходит в этот момент? В этот момент происходит следующее. Ребенок начинает плод, начинает активно готовиться к родам. Он занимает определенное положение, когда, ну это уже там вот когда, да, 9 месяцев к родам готовится, остаются какие-то там неделя-другая или какие-то считанные дни до момента родов. И вот в этот момент возникают, могут возникать нарушения, а именно, ребенок начинает подстраиваться под родовые пути матери, может начаться обвитие пуповины вокруг шеи, что приводит к недостатку кровоснабжения, недостатку кислорода для коры головного мозга. Соответственно, возникает вот та ситуация, о которой мы говорили, о которой можно назвать нейровоспалением. Соответственно, я попозже расскажу, что же в конечном итоге из этого вытекает. Значит, кроме того, он может не успеть перевернуться, и тогда родовые пути он будет идти не головкой, а так называемым тазовым предлежанием, или еще хуже какая-то другая патология может возникнуть в этот момент. Дальше ребенок начинает занимать позицию, которая готовится к родам, и дальше сам процесс родов достаточно травматичный. Дело все в том, что я сейчас объясню, что я имею в виду. Ребенок выходит по родовым путям, должен выходить, это как бы, да, заложено природой, заложено создателем, или вот, да, как бы вот, как должно быть, должен выходить абсолютно в одном положении, да, вот это положение, головка согнута, и именно вот теменная часть головы, да, вот я покажу вот эту часть головы, она идет впереди, она предназначена для расширения родовых путей матери и готовит все тело ребенка к тому, чтобы оно могло пройти. При этой ситуации распределение силы тяжести идеально равномерно, то есть если ребенок выходит вот таким образом, то он рождается нормально, то есть там нет никаких повреждений. Если в момент прохождения по родовым путям или уже на самом выходе в свет положение головы ребенка меняется, то возникает так называемая родовая травма. Что имеется в виду? Имеется в виду следующее. Сила тяжести распределена таким образом, что наиболее уязвимое место ребенка в плане травмы – это первый-второй шейный позвонок. Там нет практически мышц, которые их удерживают. Мышцы и связки, идущие вдоль позвоночника, которые удерживают позвонки вот более-менее в определенном положении, начинаются с третьего шейного позвонка. А первый-второй шейный позвонок располагается под крышкой черепа, под его основанием. И там нет места для мышц. Поэтому это наиболее уязвимые места для того, чтобы их нарушить. И в момент поворота головы, когда резкое напряжение возникает по всему позвоночнику, там происходит срыв, то есть там происходит сдвиг. Сдвиг может быть сильный, очень сильный, слабенький, микроскопический, но на любом уровне возникает повреждение. В чем выражается это повреждение? Это повреждение выражается в том, что сосуды, которые питают кору головного мозга, проходят прямо, практически они лежат на этих позвонках. Так устроен наш организм. И как только происходит сдвиг первого или второго шейного позвонка, так происходит ситуация, когда эти сосуды пережимаются. Они могут пережиматься сильно, они могут пережиматься чуть-чуть, они могут пережиматься микроскопически. И в этот момент происходит нарушение питания того или иного отдела коры головного мозга. Питание крови, естественно, это кислород, это основной продукт, который потребляют мышцы и центры коры головного мозга. Соответственно, происходит нарушение. И вот тот центр коры головного мозга, который стал получать питание меньше, он начинает страдать. И та функция, которая предназначена этим центром в организме ребенка, начинает страдать. Это может быть видно сразу, это может быть видно позже, это может быть вообще видно через несколько лет, потому что это накапливается, вот эта недостаточность. Но все это, вся эта клиника может расцениваться как определенная форма детского церебрального паралича. И что получается на выходе? На выходе получается, что ребенок рождается внешне абсолютно здоровым. Он кричит, у него хорошая оценка, определяющая его параметры качества родов. Все замечательно, но проходит несколько месяцев, и мама замечает, что у ребенка что-то не то. Какие-то функции начинают отставать. Это может быть физические функции, то есть он не переворачивается вовремя, он не садится вовремя, он не держит головку вовремя и так далее. К сожалению, очень часто, обращаясь к специалистам, мама слышит в ответ, ну подождите, ну еще рано, ну может быть это в папу, может быть это в дедушку, который тоже там не вовремя сел и так далее. Подождите, подождите, давайте посмотрим, ничего страшного. И в результате, когда ребенок уже становится где-то там 9-10 месяцев в год, и выясняется, что он вообще физически ничего не может сделать, ставит диагноз ДЦП, и все на этом кончается. То есть это как бы вот, да, клеймо, которое на всю жизнь, и говорят, все, вот, извините, надо было раньше. К сожалению, вот такое встречается довольно часто, поэтому симптомы, которые будут говорить о ДЦП, ну это достаточно тяжелая форма. Гораздо чаще встречается форма, причем я могу это сказать статистически, моя диссертация посвящена из статистики таких вещей, что даже микротравмы, то есть говорить о том, что у ребенка какие-то минимальные проявления детского церебрального паралича, мы можем больше, чем 66% случаев вот всех родов, если все роды принять за 100%, то чуть больше 66% рождаются дети в той или иной степени, имеющие родовую травму, которая влечет за собой ту или иную степень детского церебрального паралича. Еще раз я обращу ваше внимание на то, что мы говорим не только о тяжелых формах детского церебрального паралича, когда дети ничего не могут, когда они прикованы к постели, когда у них парализованы руки и ноги, когда контрактура, это тяжелая форма. На самом деле мы можем говорить о детском церебральном параличе даже в том случае, если ребенок, допустим, встает на цыпочки, вот его ставят, он встает на цыпочки, то есть повышен тонус, это как бы страшно или как бы там неожиданно не звучало, это легкая форма детского церебрального паралича. Другое дело, что зная это, нужно принимать меры к лечению, нужно заниматься этим ребенком. Формы, клинические проявления такого состояния очень многообразны, что может заставить волноваться мать и вот заставить обратить внимание на то, что у ребенка что-то не то. Но на самом деле это поведение ребенка уже с первых дней жизни. Дети с вот родовой травмой, с повреждением центральной нервной системы, то есть в конечном итоге мы все равно приходим к повреждению центральной нервной системы. Оно может сопровождаться нервоспалением, о котором мы говорили, оно может сопровождаться исключительно поражением того или иного центра коры головного мозга, что в общем-то тоже может последствия вылиться в нервоспаление. Это не имеет значения. Значит, клинически это может проявляться в том, что ребенок беспокоится, что ребенок не спит, что ребенок как бы у него какие-то изменения в глазах, то есть допустим разница в зрачках или плавающие зрачки, которые как бы не фиксируют взгляд. Вот ему допустим три-четыре недели, а взгляд не фиксируется, зрачки гуляют, так называемый симптом плавающего зрачка. Он может быть очень беспокойным, он без причины, не потому что он есть хочет, просто без причины. Он часто путает день с ночью, да, вот не может никак зафиксировать вот этот ритм часовой, да, когда бодрствовать. Он плохо сосет, да, он отказывается от груди без причины. То есть вот это вот все, все эти проявления на ранних стадиях, они должны маму взволновать. то есть нужно, ну, как говорится, да, бить тревогу и не ждать, когда проявятся те или иные симптомы. Чуть позже мы должны четко понимать, да, родители, я обращаюсь, должны четко понимать, что ребенок развивается по определенным периодам. То есть, допустим, где-то месяц он должен держать головку, ну, плюс-минус, да, я говорю, значит, где-то к 2-3 месяцам он должен переворачиваться, начинать, 6 месяцев он должен сидеть, опять же, плюс-минус, да, где-то к 8 месяцам он должен начинать вставать и ползать, кто-то это делает раньше, соответственно, он уже начинает ходить. Раньше это не только приветствуется, это говорит о развитии, а вот позже уже настораживает. кроме того, мы должны смотреть, как ребенок ходит или как он это делает, то есть, сидит ли он достаточно ровно или вот он садится и заваливается на тот или иной бок. Если это происходит 5 месяцев, это ничего, если это происходит 7 месяцев, это уже настораживает. Если ребенок встает, я повторюсь, встает на цыпочки, это проблема, это говорит о повышении тонуса. Если ребенок не может, допустим, 4-5 месяцев хорошо держать игрушку или не может тянуть в рот, а промахивается мимо рта той же игрушкой, это тоже настораживает. И вот таких мелких симптомов достаточно много. Я могу их перечислять долго, но гораздо проще нашим родителям посмотреть в интернете периоды нормального физического развития ребенка, и если будут какие-то отставания, то мы готовы ответить на вопросы, почему это происходит, ну и проконсультировать, если в этом есть необходимость. Значит, соответственно, опять же, все это говорит о том, что у ребенка не все в порядке с центральной нервной системой. То есть все эти нарушения говорят о том, что какой-то конкретный центр коры головного мозга недополучает питание, и это связано с повреждением шейного отдела позвоночника. То есть все причины, которые я перечислил, они в конечном итоге выливаются в это. Соответственно, дальше нарастают симптомы, которые являются как раз показателями работы центральной нервной системы. То есть мы можем говорить об органическом поражении коры головного мозга, а именно повышение внутричерепного давления, расширение тех желудочков, где содержится спинномозговая жидкость, которая это давление регулирует. Соответственно, происходят сбои внутричерепного давления и выдают клинику такую, в которой мы часто встречаемся. Головные боли у ребенка, ребенок возбудимый, ребенок бьется головой об стенку или бьет себя по голове, ребенок резко, неожиданно начинает кричать и так далее и так далее. Вот это все симптомы повышения внутричерепного давления вследствие повреждения. Вот опять же мы возвращаемся к тому, о чем мы говорим изначально. То есть патология начинает образовываться сочетанное с одной стороны повреждение шеи, шейного отдела, с другой стороны нарушение уже в коре головного мозга, приводящее к органическим изменениям. Может быть ситуация, о которой мы говорили, как бы обратная, сначала повреждение коры головного мозга, органическое поражение, а как сопутствующее поражение шейного отдела и соответственно клиника идет только по нарастающим. Поэтому здесь может быть я нарисовал достаточно мрачную картину с одной стороны, но с другой стороны еще раз повторюсь, что симптомы могут быть микроскопические, казалось бы, минимальные. Что происходит потом с возрастом? А потом они начинают нарастать и в той или иной степени возникает проявления их. Ну, например, то же самое плоскостопие, то же самое косолапость, те же самые повышения тонуса в голеностопных суставах, когда ребенок ходит на цыпочках, его меняется походка, соответственно, устают ноги, да, и уже такого подростку ему тяжело ходить, ему тяжело бегать, ему тяжело быстро устает и так далее. То есть это не проходит просто так. Гиперактивные дети, которые не могут сосредоточиться, не могут ничего запомнить, не воспринимают информацию и так далее, это дети, у которых вот повреждение того или иного центра коры головного мозга. Довольно часто следствием этого может быть нарушение или задержка речи и другие симптомы, которые связаны вот с этим проявлением. Довольно часто, ну, я не знаю, согласится ли со мной Есефа в этом вопросе, довольно часто вот эта картина, она скрывается под словом там аутизм, задержка развития и прочее, прочее. Если мы начнем разбираться, мы увидим, что есть еще симптомы, которые говорят о вот повреждениях такого плана, то есть, как бы, да, помимо всего прочего, есть еще и симптомы детского церебрального паралича. Скажи, я просто соглашусь с вами, я сама про это многократно говорю, вот еще вот какой, каким образом ставится диагноз, потому что во многих случаях дети явно недодиагностированы, то есть у ребенка тяжелое повреждение нервной системы, включающие в себя откровенные признаки ДЦП, а ему пишут раз, или аутизм, хотя аутизм там у нас ДЦП, мне очень сложно говорить по поводу того, на каком основании кто какие диагнозы ставит, весь вопрос в том, что видят доктора, вот он видит только задержку, но он не видит, допустим, что ребенок ходит на цепочках, что ребенок гиперактивный, что ребенок, скажем, да, у него повышение внутричерепного давления, вот это вот как бы, да, отодвигается, и все вот в одну кучу складывается, благо аутизм и ДЦП не лечится, поэтому можно как бы, да, не лечить, и все очень просто, это я имею ввиду точку зрения официальной медицины. А то это развитие ребенка нужно определенным образом тестировать, а чтобы поставить проблемы, скажем, с двигателем на те же цепочки, да, его не надо тестировать, это, как правило, видно невооруженным глазом, то есть ребенком надо понаблюдать минут 20, и уже многие вещи просто очевидны. Ну вот, давайте мы будем говорить с вами о нашей позиции, да, не подключая, то есть я не могу говорить, почему они так делают, но вот делают, потому что, ну вот я сейчас скажу, Давиду понравится, мозгов не хватает, сообразить, или может быть, желание, или может быть, и того, и другого, не знаю, я не могу сказать, за врачи, видят, видят, видят один ведущий признак отсутствия, отсутствия полной стопы, опоры на полную стопу, и на основании этого ставят быстрый диагноз. Это очень такой видимый. естественно, то есть никто не пытается разобраться, почему это произошло, вот то, чего я, Давид, знаю. Скажу за Давида, с вашего позволения. Сейчас, секунду, я закончу фразу, что прежде всего нужно ответить на вопрос, а почему это происходит, и тогда, когда ответ придет, становится ясно, что на самом деле там либо сочетание патологии, либо совсем другое, о чем думали. Раз уж было упомянуто, моя позиция, моя позиция такая, что как бы не хотелось, другого не нужно слишком многого требовать и ожидать от врачей. Они действуют в соответствии, во-первых, с тем, чему они обучены, и в тех рамках, и в соответствии с протоколом. То есть, они делают то, что они как бы должны делать по протоколу. Но мы говорили все-таки немножко о других вещах, о том, что одно и то же поражение может проявляться совершенно по-разному, и называться это может либо аутизмом, либо ДЦП. Мы, как вы все знаете, многократно видели, то, что к нам приезжают и обращаются дети, у которых практически ДЦП, у них стоит диагноз аутизм. Иногда и наоборот. Во-всяком бывает. Но мы же не занимаемся уточнением классификации диагнозов. мы занимаемся другим, что как бы это не называлось, важно только одно, как это можно практически вылечить. Вот это вот то, чем мы занимаемся, все остальное это поводы для разговоров, это не более того. поэтому я как раз хочу сейчас перейти, это как раз такой плавный переход, спасибо, Давид, он как раз меня туда и перевел. Значит, исходя из того, что, вот, к чему это была такая вот получасовая прелюдия к тому, о чем я говорю, к тому, что соответственно диагнозу, соответственно причине повреждения, то есть диагноз я не имею ввиду, его название, я имею ввиду повреждения, вот, соответственно, поскольку оно комплексное, то лечение тоже должно быть комплексным. Вот, я не знаю, может быть, это такой, какой-то небольшой секрет, вот, когда создавался, когда шли такие вот, ну, как бы, обмен мнениями, когда создавался центр наш, то изначально было понятно, что центр будет заниматься лечением комплексным, то есть специалисты подбирались с учетом того, насколько они работают именно в комплексных программах по лечению, по, как бы, да, коррекция, даже нет, не коррекция, не то слово, по убиранию, по излечению тех причин, которые вызывают вот те или иные повреждения, а именно коррекция проблем, связанных с головным мозгом, то есть с органическим поражением, а именно выравнивание внутричерепного давления, выравнивание нарушения кровотока в коре головного мозга, выравнивание последствий, которые, выравнивание в смысле излечения, убирание, не коррекция, а именно убирание этих причин, этих следствий, того, что сделал вирус, его пагубные воздействия, убирание причин, которые вызывают нарушение кровотока, а именно причин, связанных с нарушением повреждения первого, второго шейного позвонка, и соответственно уже в дальнейшем коррекция последствий, то есть убирание тонуса, выравнивание позвонков, выравнивание конечностей, выравнивание, скажем, нарушений в костно-мышечном аппарате и так далее, то есть каждый специалист нашего центра, он занимается вот снятием того или иного, той или иной группы симптомов, которые вот вызывают вот эти вот повреждения, отсюда и такие результаты, отсюда и реальное увеличивание пациента, потому что вот как раз специалисты нашего центра, они очень хорошо понимают, что поскольку повреждения носят комплексный характер, начинающий с коры головного мозга, неважно идет там мировоспаление, органика или там кровоток, нарушение и так далее, все равно это влечет за собой комплексное нарушение, поэтому очень важно заниматься выравниванием этих процессов вплоть до их полного убирания, то есть полного излечения. Вот, понятно, что это не делается так вот по мгновению волшебной палочки, это серьезная работа, требующая времени, и вот здесь я скажу совершенно точно, что важно, то есть это, предвкушая вопросы, это лечится в любом возрасте, мы уже об этом говорили, я повторюсь, но чем раньше мы начинаем лечить, тем быстрее мы достигаем результата, который можно говорить о снятии диагноза, его полном выравнивании ребенка в его возрастном аспекте, то есть физическое, умственное, психологическое развитие ребенка, оно выходит на тот возраст, который ребенку соответствует в паспорте, поэтому здесь действительно важно, и здесь очень важно внимание матери к ранним проявлениям, вот я многократно говорю о том, что очень важно обратить внимание на то, что у ребенка что-то не так, и вот там уже идут вопросы о том, что делать, кому обращаться и так далее, значит, ну, смотрите, мне очень сложно говорить о качестве тех специалистов, очень часто спрашивают, которым обращаются на местах. На самом деле, я вам могу сказать, что методики, которыми реально можно помочь такому ребенку, методики довольно сложные, они достаточно трудно, им достаточно трудно обучиться, поэтому очень важно, чтобы специалист, который работал, понимает, что он делает, вот мне иногда присылают видео, как работает тот или иной специалист, и видно сразу, что да, он понимает, потому что, ну, скажем так, даже потому, как руки лежат на теле ребенка, уже можно сказать, правильная методика или нет, вернее, принесет ли она результат, она может быть и правильная, но она другая, она может результатами принести, и так далее. И очень важно, Давид, как у меня есть время, да, еще? Есть. Значит, очень важно, вот какой аспект. Значит, сейчас очень много развелось специалистов, которые называют себя, там, скажем, что он делает ту или иную методику, которую он даже не представляет. это вот сейчас я скажу буквально несколько слов о том, как говорится, да, что есть что. Значит, смотрите, методика, которая называется остеопатия, это работа с костями, то есть, это работа с суставами, это работа с костями черепа. Если остеопат начинает заниматься мышечными растяжками, я уже не говорю о том, что он начинает там ломать ребенка влево-вправо, то специалиста надо менять. У нас специалист остеопат работает с суставами мягко, плавно, он суставы начинает растягивать, то есть, понятно, суставы, это может быть голеностопы, в зависимости от того, что у ребенка повреждено, это остеопатия. Если мы говорим о крайне сакральной терапии, это работа прежде всего шеи, крайне сакральный терапевт, он на первый взгляд ничего не делает. Вот те, кто у нас был, видели, как я работаю, то есть, казалось бы, сижу, держу руки на шее ребенка, и вот где-то там, кто-то говорил, даже он там спит немножечко. Вот, на самом деле, действительно, специалист, он уходит вот в одно целое с организмом ребенка, поэтому кажется, что он ничего не делает, но на самом деле, там идут очень серьезные глубинные процессы, ребенок это прекрасно чувствует. Это крайне сакральная терапия. Если крайне сакральная терапия, там что-то с ребенком делает, крутит его, массажирует, гладит, это совершенно не та методика. Поэтому здесь сразу же обратите внимание. Может быть, методик несколько, но специалист должен вам сказать, смотрите, я работаю и с такой, и с такой методикой, поэтому я буду делать и то, и то. То есть, он должен показать, что он понимает, что делает. И все-таки, несмотря вот на различные, да, значит, специалист по кинезиологии, работает с мышцами. Это растяжки, это какие-то мягкие повороты ребенка, мягкие какие-то движения, очень похожи на лечебную физкультуру. Вот своего рода своеобразная лечебная физкультура, это работа кинезиолога. То есть, вот специалист должен соответствовать тому, названию, которое он, как он себя называет. Соответственно, да, вот как бы общие такие понятия, вот, чтобы вы меня услышали. Если это действительно так, не стесняйтесь, не бойтесь. Если человек работает правильно, ему нечего бояться, что вы делаете запись, его работы, ему нечего, по большому счету, скрывать. Если он не шарлатан, значит, делайте и присылайте эту запись, желательно, вот мне пару записей присылали, кроме спины ребенка, я вообще ничего не увидел. Мне надо руки специалиста видеть. Поэтому постарайтесь, чтобы запись была, может быть, небольшая, но качественная. Не знаю, Давид, может быть, ответы на вопросы или что-то еще, что я не досказал. Вот доктор Рима и Сефа, может быть, что-то планировалось услышать еще? Вы скажите, я дополню. Ау! Да, просто мне нужно было ответить. Аркадий, в чем был вопрос? Вопрос был в том, что я что хотел сказал, может быть, что-то еще хотели услышать, ожидая эту лекцию, хотели услышать еще какой-то раздел или ответы на вопросы и так далее. Здесь просто подскажите, может быть, что-то я не охватил, что для нас имеет значение. о медикаментозном лечении ничего не хочешь сказать? Нет, о медикаментозном лечении я ничего не хочу сказать, потому что, к сожалению, медикаментозный лечению приводит к совершенно отрицательным результатам. очень много препаратов, которые реально не помогают, они просто глушат процесс, допустим, глушат какую-то активность или, наоборот, вызывают повышенную стимуляцию коры, допустим, как наотропы, например. Вот. К сожалению, вернее, даже к счастью, сейчас, вот на сегодняшний день у меня близкий человек работает в неврологии, так вот, последние уже, да, наконец-то догадались, уже официальная медицина как раз отвергает лечение вот этими группами препаратов типа наотропа, типа вот препараты транквилизатора, которые раньше применяли широко и в большом количестве, сейчас уже не применяют, уже до кого-то начинают доходить, вот. Тем более, категорически не следует воспринимать такие методики, как различные стимуляции, различные стимуляции токами и так далее, и так далее, они резко ухудшают состояние. Кстати, вот доктор Римон мне напомнила, еще в начале 90-х прошла, это я вот как пример к тому, к чему это приводит. Прошла такая волна вот в нашем центре Петербурге, мы даже вот Расскажите, что это за центр? Сейчас секундочку, я закончу. Центр, который вот начал первым заниматься комплексной программой лечения детских церебральных параличей, тогда, когда об этом вообще никто ничего не говорил. В каком году это, где это, как это называлось? Это Петербург, центр назывался здоровье детям, вот, это он начал работать в самом конце 80-х годов, вот, активно работал где-то 15 лет, в этот период самый тяжелый российский. А вы что там делали? И, кстати, где вы? Я им руководил, то есть, практически, да, вот эта вот программа, начиная с его создания, да, на стройку пришел, это заслуга наших специалистов, которые вот конкретно специально обучались, но речь не об этом, речь о том, что мы опробовали и давали возможность ну, как бы, вот разные методики применять, и вот к чему я говорю, где-то в 93-м году примерно был такой бум, по-моему, это врач-ортопед из Сибири, то ли из Томска, то ли из Иркутска, я не помню откуда, но была методика лечения детских церебральных параличей, вот, может быть, доктор Рима слышала об этом, насечками, то есть, делали насечки, мышцы как бы расслаблялись, и объем движений у ребенка, на какое-то время, контрактуры, они, да, они увеличивались, народ был счастлив, ребенок там, дети начинали ходить, и так далее, и так далее, и мы пригласили этого специалиста, отобрали группу родителей, которые согласились на этот, ну, это тогда же был не эксперимент, это методика, которая получила добро, там, Минздрава и прочее, и мы посмотрели, что будет, к сожалению, мы получили эффект совершенно обратный, и действительно, это как система Федорова, и действительно, насечки делались, было улучшение, через несколько месяцев на этих местах образовывались рубцы, которые стягивали мышцу еще сильнее, и эффект оказался абсолютно очень наложенный. Это Ульдибат? А? Ульдибат, кажется, называется? Я не знаю, как это называется, это метод насечек, это на тот момент было название, то есть, дети получались, контрактура вырастала, то есть, мне тогда еще хуже, потому что, если с контрактурой можно было работать, потому что это мышцы, то там менялась ткань, там образовывалась рубцовая ткань, которая по определению не растягивается, то есть, как бы, да, дети, вот, а методика имела очень большое хождение, это был бум, туда, в Сибири рванулись огромное количество таких вот семей с такими детьми, и, соответственно, они вот получили отрицательный результат. Вот я говорю об этом, потому что программа, в этом плане нужно очень хорошо понимать, что мы делаем, поэтому вот это был ответ такой на доктор, вопрос доктора Рима по поводу медикаментозного лечения, практически медикаментозное лечение не приводит к положительным результатам, по определению оно не убирает причину. Аркадий, тут вопросы мы задавали, может, пройти по ним? Ну, вопросы я, честно говоря, вот не видел, что там писалось, а то, что видел, я уже не помню, поэтому можно либо прочитать. Можно мне спросить, доктор Аркадий? Вот остеопатия, крайне-сакральная терапия, как систематично ее нужно проводить? Нужно делать какие-то паузы ребенку? Как понять, сколько нужно ребенку, как родителям разобраться? Сколько необходимо? Родителям в этом плане разобраться очень сложно, я должен разобраться специалист, который это делает. Значит, понятно, что это курс, курс достаточно длительный, но имеет смысл не меньше порядка 15-20 процедур, потом делается перерыв месяца на 3-4 и повторяется, то есть до выздоровления это надо делать, это надо делать много, вот, потому что это зависит, может быть, волны, вот, как определить эффект, крайне-сакральная терапия, остеопатия, они дают результат скачками, то есть вот нету, 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 нету результата, потом вдруг раз, и резко что-то изменилось, да, потом опять это держится на одном уровне, опять раз, скачок, то есть мы смотрим по клинике ребенка, если вы сделали один-другой курс и нет никаких изменений, значит, специалист работает некачественно, не может при нормальной качественной работе специалиста не дать результата, потому что это уже как бы процесс идет внутри, то есть организм не может не среагировать, он должен дать результат, единственное, что я могу абсолютно точно сказать, что особенно, если мы говорим о крайне-сакральной терапии, ухудшений не бывает, ухудшений не будет, при остеопатии, при массаже может быть после первого-второго сеанса обострение, ну, в виде боли, в виде кратковременная, то есть может подниматься температура у ребенка после на несколько часов может быть обострение, может подняться температура, может усилиться возбуждение, он может там одну-вторую ночь не спать и так далее, но потом это резко выравнивается, резко улучшается, это возможно, при крайне-сакральной терапии нет, там обратные реакции, там ребенок может быть какое-то время немножко заторможен, сонный, вот там да, такой как-то не не очень понимающий, что происходит, опять же, несколько часов, это нормально, это перестройка сосудистой сети кори головного мозга, то есть, да, где-то улучшается приток крови, соответственно, организм должен подстроиться под это, то есть, как бы, да, понятно? Понятно, спасибо большое. СФ, там, что еще с вопросами? Как решить вопрос с хождением на цыпочках, кому обращаться, к остеопату, нужно ли делать Нужно ли делать чего? Ну, это лечебная физкультура. Ну, ФК, я просто не расслышал. Значит, нужно делать все. Во-первых, самое главное в этой ситуации, это начать лечить шею. То есть, это должен быть хороший массажист, который понимает, как работать шеей ребенка, раз. Второе, это должен быть краниосакральный терапевт, это два. И третье, тот же массажист, вполне, которое работает шеей, он прекрасно знает, как работать с голеностопными суставами. То есть, нужно работать и очень хорошо добавить в комплекс лечения такого ребенка плавание. Причем, плавание в позиции, лежа на спине. Да, ребенок должен, он может не обязательно плавать, ему достаточно просто лежать в воде таким образом, чтобы низ шеи и затылок находился в воде. Это не обязательно должен быть там бассейн, это может быть ванна, если маленький ребенок, но он должен там лежать. Да, лежать. Ну, может быть, если он делает какие-то активные движения, в том числе движения ногами, голеностопами, это очень хорошо, но под водой внутри это хорошо расслабляет. Тут есть несколько как бы фразов обсуждения препарата кортексин. Это очень популярно там в России и в Украине, поэтому как бы если вы можете что-то сказать про этот кортексин. может, Рима скажет свое мнение по этому поводу. Но я уже давно понял, что препараты, они если даже дают хороший эффект, то это эффект чисто симптоматический. Они кардинально ничего не меняют. Если можно, я тогда два слова ставлю по поводу этого. И выслушаем, если доктор Рим захочет тоже. Но опять-таки то, что я скажу, это мое личное частное мнение, основанное на опыте моем и не только. Что касается всяких наотропов, в котором относятся кортексин, критерий здесь очень простой. Используется ли это в развитых странах? В развитых странах во всех и в странах Европы, и конкретно в Германии, и в Америке, и в Израиле, везде. Все подобные препараты не применяются, говоря по-простому запрещены. У меня было несколько пациентов с тяжелыми травмами головного мозга, которым вроде бы положено было бы назначение подобных препаратов. Имена достаточно известные для жителей России и Украины они известны. Это бывший легендарный российский боксер-супертяжеловес Денис Бойцов и Александр Петраковский, герой Украины. Его боя была достаточно тяжелая мозговая травма. Они находились в коме, один был в Германии, находился в то время, Денис, другой в какой-то момент оказался в Израиле. Мне довелось содействовать тому, чтобы они вышли из комы. И я принимал непосредственно участие в лечебном процессе как минимум Александра Петраковского. Аркадий, вам это не хуже, чем мне, даже лучше. Это вы меня пригласили помочь Саше. Я тогда выяснял говорят с врачами и главврачами о том, какие препараты назначены и что еще нужно добавить. С удивлением обнаружил простую вещь. Ничего. Ничего они делают. Никаких натропов. Никаких не как советскому человеку было ожидаемо, что будут давать натропил, пироцетан, церебролизин, комплекс витаминов В, никотин, куча всякого другого. К чему мы привыкли. Ничего подобного ни в каких клиниках, стоимость пребывания, в которых за день от полутора до трех тысяч долларов было, ничего не назначалось вообще. Когда я стал узнавать об этом у своего знакомого, он врач, невропатолог очень высокого уровня, заведующий отделением израильской больницы, что в таких случаях делается, услышал ответ ничего. Потому что польза, которая приносится, она гипотетическая, а вред очень большой. Никто не желает подставлять свою шею в нести ответственность за нанесение вреда людям. Это только в странах бывшего Советского Союза проводят эксперименты, за которые никто не отвечает. Говоря прямо. обращение уже в России уже тоже отходит от этого. Аркадий, смотри, почему я задаваю вопрос тебе про медикаменты? Потому что последние несколько дней я получаю очень много вопросов именно от мамочек по поводу ноутропов. Вот несколько фраз просто добавлю. Первое. Основная часть препаратов, относящихся к ноутропам, на самом деле действительно сейчас отнесена к препаратам с недоказанной эффективностью. Это первое. Все на группы. Практически. Я плохо слышно, Арима. А? Я плохо слышно, ты исчезаешь. Основная группа препаратов, отнесенных к ноутропам, она сейчас называется группой препаратов с недоказанной эффективностью. Это первое. Второе, что наиболее важно у наших детей, давайте вернемся к началу лекции доктора Аркадия и поймем, что нарушения, которые происходят у детей, они вообще совершенно изначально не связаны с корой головного мозга. Это как бы последствия. Поэтому назначение ноотропов, мы как бы, если назначаем какие-то ноотропы, мы пытаемся действовать на следствие, а не на причину. И, естественно, эффект от препаратов минимально на то и совсем отсутствует, а ухудшающая часть не только на кору головного мозга, но на мышцы, на печень, на все остальные, на иммунную систему, она присутствует. Поэтому, конечно, не используют ноотропы. Не используют уже очень давно. Есть вопрос. Аркадий, значит, кинезиолог делает и краниосакральную терапию. Такое может быть? Аркадий, вас не слышно. Слышно. Слышно, да? Там вот вопрос очень важный. Я хочу ответить о приглашении мануального терапевта. Ни в коем случае детям с такой патологией мануальный терапевт запрещен. И я бы вообще вот эту категорию детей, детей, подростков, взрослых. Там были вопросы о 30 лет, да, люди страдающие. Я мануальному терапевту не обращался бы никогда. Вот единственное в этом плане исключение, человек, которому я доверяю, это слома, потому что он прекрасно понимает, что можно, что нельзя. К сожалению, мануальные терапевты, как правило, работающие вот узко, как мануальные терапевты, они не понимают, что можно, что нельзя и у кого это нельзя. И даже если он владеет идеально своей методикой, не понимая риска, он может нанести очень серьезные повреждения, именно связанные с шейным отделом. Аркадий, с Вашего позволения я приведу один такой пример из жизни, который я сам видел своими глазами. Во-первых, когда мы отвечаем на вопросы, всегда нужно понимать одно, что всегда есть терминологическая разница. То, что мы понимаем какими-то терпенными и люди, которые задают вопросы, совершенно разные вещи. и слишком много уделять внимания тому, а это мануальщики могут, а вот эти не могут и прочее, это не совсем соответствует действительности, потому что действительность всегда очень смешана. И одни и те же специалисты используют самые разные методики. Но касательно того вреда, о котором Вы говорили, мануальный терапевт может навредить. Просто отрабатывая свою программу, которую он должен как мануальный терапевт отработать, как он может привести. Я вот расскажу такой пример, который я видел своими глазами. В Израиль приехал один человек, который был известен как хороший мануальный терапевт, к нему там выставилась очередь, и один знакомый человек попал к нему тоже. У человека были боли в спине. Человек ходил, делал обследование, было установлено, что у него есть определенные проблемы с позвоночником. Секунду, выключите звук, выключите звук, те, кто это мешает сильно. И сейчас меня слышно? Слышно хорошо. Меня слышно, да? Через звук тебя не слышно. А я слышу хорошо. Человек, у которого болит спина из-за того, что у него есть дефекты в позвоночнике, обращается к мануальному терапевту, после первых двух раз человек порхает, стало намного легче, мануальщик ему показал, что у него одна сторона спины зажатая, а вторая нет. То есть надо выровнять. Ну, логически понятно вроде бы, да, действительно так оно должно быть. И он начинает выравнивание метода мануальной терапии, а потом человек остается резко совсем плохо. Не просто хуже, а совсем плохо. И произошло это потому, что мануальщик, вот он, как сказал Аркадий, он отрабатывал свою программу именно мануальную, не, может быть, вникая в особенности других аспектов той же спины с которой она работала. А у той спины был подсдвиг тазобедренного тазовой области. за счет этого, вот прямо вот так, кстати, этот мануальщик мог это определить, сравнив длину ног этого человека, но он тоже не стал этого делать. Вот, в результате у человека вот такой подсдвиг, и, соответственно, и позвоночник, компенсаторно тоже искривился, чтобы это скомпенсировать. Вот это насильственное выравнивание мышечной системы, не учитывая того фактора, из-за которого произошло вот этот перекос компенсаторный, привел к значительному ухудшению. Вот это такой конкретный пример. А у ребенка это вообще могло привести к инвалидности и даже к парализации. Вот, ИСФу там еще вопросы есть. У нас как бы время пошло к финишу. Значит, энезиолог делает крайнюю сакральную терапию. Сказал, что у ребенка очень плохо душит, но она может. Может такое быть? Ну, теоретически может такое быть. Если человек владеет крайнюю сакральной терапией чувствует, я... Это Троян, который у нас был, да, я, честно говоря, не думаю, что так уж там все настолько плохо. Я так думаю, что скорее наоборот. Если до приезда к нам это было, то, в принципе, да. Ну, вот, но тут надо смотреть клинику. Теоретически это может быть, теоретически. Насколько это соответствует действительности у Раяна, я не знаю. Скажите, пожалуйста, это мальчик Максим, помните, это мальчик с ДЦПР. Мы сделали первый сеанс краниосакральной терапии в пятницу. Только два часа он был спокоен, а потом у меня было впечатление, что ему поставили батарею к Дураселлу. Он сказал, что надо раз в три недели сделать. Раз в три недели достаточно? Нет, раз в две недели недостаточно. раз в две недели недостаточно точно. Насчет батарейки это может быть, я уже сказал, это может быть, скажем, ну вот первые сутки, допустим, да, потом это должно восстановиться. Ну, самая редкая кратность сеанса, самая редкая, это раз в неделю. желательно даже два раза в неделю. Два раза в неделю, Аркадь, раз в три недели. А? Наоборот, тут написано, не три раза в неделю, а раз в три недели. Не-не-не, этого мало. То есть, если бы это не было, если есть клиника, этого мало. Может быть, это связано с занятостью специалисты, я не знаю, но это не... Рекомендуемый раз в неделю в общий случай. Да, Для Максима, но вы его помните, наверное, да? Да, раз в неделю. Для него реже тоже, действительно, это не стоит делать. Это вообще ни о чем. Так, вопрос. Моя дочка села в девять месяцев, поползла в одиннадцать, пошла в один и семь. Ставили атонико-остатический синдром, гипотонус мышц и плоско-варбусную стопу. Может ли это быть ДЦП? И с какими специалистами лучше у нас работать? По симптомам... Значит, это как раз та ситуация, когда смотри все сначала. Все, что я говорил, нужно послушать еще раз, потому что я уже говорил, да, это проявление детского церебрального паралича, пусть это, скажем так, минимальное проявление, но это действительно так, и заниматься нужно вот с теми специалистами, о которых я сказал. Маме нужно давить, маме нужно отправить эту запись, пусть она послушает. Я все это говорил. Это действительно вот тот случай. девочки, у кого еще вопрос, который пропустили? Задавайте. Ну, что я не отвечал, повторите. у нас ребенок уже два года принимает лекарства, респердал, ноутропил, конгулекс, можно ли бросить резко или постепенно? Сложный вопрос. Я думаю, что если надо попробовать сбросить резко, по идее, этих препаратов не должно быть синдрома отмены. Может быть индивидуальная ситуация, здесь не знаю, я бы отменил все сразу и посмотрел, как ребенок перенесет. Если будет резкое ухудшение, то можно просто уменьшать дозу, но в течение скажем, двух недель нужно все отменять. Ради меня слышно? Да. Надо смотреть на конкретные лекарства. У некоторых лекарств есть синдром отмены. Так вот, я вот из того, что перечислено, там синдром отмены по идее не должно быть. Нет, вот, когда конгулекс вызывают мое подозрение, это, я думаю, нужно посмотреть, что там написано на эту тему, потому что мне кажется, что это уже не наотропы, а нейролептики, и там можно получить именно синдром отмены. То есть снижать нужно постепенно, то есть это нужно выяснить, что это за препараты, и что с ними так с этим. Там, если бы там был наотропин, по-моему, наотропил, нужно снимать сразу. Наотропил, скорее всего, да, а вот этот респирдалок, конгулекс, надо посмотреть. Ну, в принципе, может быть, но в течение двух недель его можно отменить, уменьшая дозу постепенно. Так, а были ли приступы этой эпилепсии у ребенка, почему конгулекс, значит? Я же вот про это и говорю, что тут все, надо смотреть. Может быть, да, может быть, у ребенка есть приступы, поэтому надо вначале ребенка выяснить, что там с ним происходит. Иногда, Рим, иногда прописывают зачем-то противоэпилептические средства при отсутствии малейшей эпилепсии. Мы такое видели сами. Да, я понимаю, но просто так, чтобы совет дать, что надо все-таки понимать, есть конкретно у этого ребенка или нет, что-то. подвысить, я же говорю, то есть просто так отмечаешь. Бессудорожная эпилепсия. В смысле, сделали ЭЭГ, посмотрели, и там есть... Нет, подождите секундочку. Тут это тема отдельной лекции, потому что, слушай, бессудорожная. Если есть активность на электроэнцефалограмме, это не говорит о том, что это эпилепсия. Если нет судорога, есть, скажем, зависание, как малая форма эпилепсии, это другой разговор. Если просто активность пиков на фоне электроэнцефалограммы, на электроэнцефалограмме и нет вообще никаких клинических проявлений, это третий момент. То есть тут не совсем понятно, о чем это речь. Ну, в общем, короче, и так нельзя советовать не видя ребенка и не зная исходных результатов. Согласен. Это надо поговорить либо со мной. Пусть пришлют, да, пусть все пришлют. Пусть пришлют уже конкретно клинику ребенка, зачем вообще он назначил изначально. Идет зависание на минуту и две. Ну, то есть это таки эпилепсия. И тогда это другое дело. Это эпилепсия, но это без, это малая форма эпилепсии. Там, тогда, да, тогда. мы только как раз Юсефа обсудили, что надо сделать этот, наверное, на следующий или через раз, да, как Юсефа там организуется. По ЭЭГ надо поговорить, потому что очень много вопросов по ЭЭГ присылают и много для расшифровки прислали мне вот даже за выходные у меня было штук пять, наверное. Докторима, мы это тебе поручили. Да, я готова. Я готова постараться. Хорошо. Спрашивают, при признаках аутизма стоит ли обращаться к кинозеологу? Да, стоит. Римма, кто-то тебе писал, а ты мне не ответила. Ну, повторите вопрос, если что-то кому-то не ответили, повторите, потому что проходит, не успеваешь отследить. Ну, да, у меня, я же говорю, у меня только за выходные было большое количество, может быть, кого-то пропустило, напишите, пожалуйста, еще раз. Телефон абсолютно правильный, он в чате участвует. Он есть в чате дистанционное лечение. Перепроверю сегодня, кто кому не ответил. Давайте, активизируйтесь, осталось 10 минут, потом начнется страдание, что не ответили на вопрос. Если не ответили, повторите. Да. сделаем, сделаем, уже решили. Так, сделать так легче. Потому что очень часто аудитория сопровождается эпиактивностью той или иной форме, и очень часто это... есть вопрос, можно вылечить в любом возрасте, только надо начинать лечить. Здесь есть еще один момент, я добавлю, достаточно больной для нас вопрос, потому что многие, ну, скажем так, некоторые родители, они категорически отказываются лечить своих детей по разным причинам, и как бы, да, вот считается, начинаются отговорки, что это не вылечить, что это не нужно, что ничего не поможет и так далее. Значит, пожалуйста, особенно это вот касается, когда бабушки и мамы сталкиваются, бабушка говорит, что надо обращаться, надо лечить, мама говорит, что не надо лечить, потому что вот не надо, мы знаем причины, по которым не лечат детей, но возраст не является проблемой. 28, 38, 40, пожалуйста, обращайтесь, можно лечить, мы готовы. Я тогда немножко вмешаюсь в завершающий. Сейчас, секундочку. все-таки это к вопросу о важности терминологии. Все время задаются вопросы, а можно ли лечить, лечится ли это, а лечится ли то, корректируется ли это. То, что я скажу, я прошу внимательно выслушать, это будет очень кратко, но прошу попробовать понять, что именно я имею ввиду. Это важно. Вопрос терминологический очень важный. Лечить можно все, что угодно. Нету того, чего нельзя лечить. А вот вылечить, это уже другое совсем. И когда люди задаются вопросом, лечится ли это и как лечить это, они об этом совершенно не задумываются. Вылечить и лечить это совершенно разные вещи. Лечить это процесс, вылечить это результат. Когда мы отвечаем, вот сейчас доктор Аркадий например сказал о том, что можно будет вылечить, лечить и вылечить вне зависимости от возраста, он, если я не так скажу, доктор Аркадий поправит, он имел ввиду не общую ситуацию в мире, общую медицинскую, а конкретно то, что делаем мы. это никаким образом делается вне того, что делаем мы. Я уж кратко и конкретно скажу. Для нас то, что мы делаем, оно само собой естественно и вроде по-другому быть и не может. Но вне нашей действительности все совсем по-другому. И аутизм, и ДЦП, и прочее, оно признано является неизлечимым. Возможно только корректирование в той или иной степени успешности наносящие тот или иной вред у любого препарата, у любого метода есть побочные эффекты. Об этом тоже принято забываться, когда пытаются чего-то достичь. Для того, чтобы вылечилось что-то, должны быть вылечены его причины. в случае аутизма и ДЦП лечить это поражение нервных структур. Считается, что нервные структуры не восстанавливаются. Поэтому возможны только коррекции какие-то, реабилитации. И это принято называть лечением. Ну, с нашей точки зрения, нужно называть вещи своими именами. Коррекция это коррекция, лечение это то, что делает человека здоровым. Не лечение симптомов, а лечение причин. То, чем мы занимаемся, с Божьей помощью, это есть подходя профессионально с разных точек зрения, это лечение причин и последствий тоже. Прежде всего причин. И когда вылечиваются причины, вот тогда могут остаться в прошлом совершенно практически любые болезненные состояния. Когда причины не затрагиваются, когда идет косметическая или чуть более глубокая как бы подчистка, коррекция каких-то проявлений, это с нашей точки зрения это не есть выздоровление человека, и это не то, на что мы работаем. И поэтому к нам для меня лично всегда этот вопрос, который всеми естественно задается, я бы тоже сам бы вместе родителей так бы спрашивал бы, а кому обратиться, какие методики помогут, для меня это просто болезненный вопрос, потому что я, например, я, к сожалению, в абсолютно случае, я ничего не могу порекомендовать. Единственное, я могу порекомендовать, что не делать вот этого, вот этого, вот этого, потому что оно приносит вред. И лучше не делать ничего, чем делать то, что не наносит вред. Прошу услышать. Я закончу. Я услышал, Давид, я хочу сказать, что, значит, ну, как бы подводя итоги, смотрите, дело в том, что на вот на этих конференциях, на наших лекциях мы высказываем свою позицию, свое мнение, мнение нашего центра, и когда мы говорим и говорим о каких-то методиках, о каких-то взглядах, о каких-то проявлениях, мы высказываем позицию наших специалистов, мы не говорим, как говорится, за всю Одессу и за все здравоохранение, мы говорим конкретно то, что считаем мы, начнем, на чем основаны наши методики, на чем основаны наши лечения, потому что это и опыт, ну, скажем, уже не один десяток лет, и не два десятка лет работы, это определенные результаты, это определенные, скажем, вот, специфика наша, и, соответственно, это определенная наша позиция, поэтому все, что мы говорим здесь, теоретическая часть, практическая часть и так далее, это позиция нашего центра, это не как бы, да, вот, взгляды, там, Всемирная организация здравоохранения, мы так считаем, и поверьте, что у нас есть основания считать именно так, иначе мы бы просто не создали центр, не работали, не имели бы те результаты, которые мы имеем на самом деле, поэтому, ну, я скажу, может быть, немножко жестче, чем говорил Давид, он все человек мягкий, вот, а я доктор, я говорю все своими именами, дело родителей выбирать самим, они отвечают за своих детей, их право и обязанность выбирать то, что они хотят выбирать, и мы это знаем, некоторые выбирают другой путь, некоторые приходят в наш центр, это их право, мы никого не осуждаем, мы никого не агитируем, мы высказываем свою позицию, мы работаем так, как мы считаем нужным, результаты, вот они на нашем сайте, результаты, вот они на наших конференциях, результаты, которые говорят родители, они говорят сами за себя, поэтому, пожалуйста, воспринимайте это именно так, как есть на самом деле, не больше и не меньше. Аркадий, вы спрашивали, что вы упустили, мне кажется, что стоит сказать несколько слов на тему того, как ДЦП развивается с возрастом. то есть, что вот симптом начинается с того-то и что происходит, если этим не заниматься? Ну, вот я сказал немножечко, да, что если этим не заниматься, то симптомы, они, ну, во-первых, нарастают, во-вторых, они немножко трансформируются, потому что, скажем, ребенок, который, допустим, в год ходил на цыпочках, пять лет может стать гиперактивным, неусидчивым, ничего не воспринимающим и так далее, да, это следствие одной цепи. Наоборот, ребенок, который, скажем, в возрасте 3-4 месяца кричал и был неспокоен, и там, не давал никому житья, скажем, да, в год он начнет ему меняться походка, он будет ходить плохо и так далее, но единственное, это сказать, как бы, предсказать невозможно, единственное, что возможно предсказать, что симптомы никогда не пройдут сами по себе, они обязательно вылезут где-то в какой-то части нервной системы, причем, вот интересно, совершенно неожиданно, мы в нашем центре еще в Петербурге очень часто видели состояние, которое связано с глазами, то есть раннее миопея, то есть, да, ребенок, допустим, в год ходил на цыпочки, никто не обращал внимания, а в 4 года у него вдруг резко упало зрение, ему одели очки или развилось косоглазие, да, вдруг, все неожиданно, непонятно почему, именно вследствие этого, то есть невозможно сказать, где это аукнется, потому что это зависит от того, какой центр будет поражен, а это мы не можем предсказать, но то, что он будет, это однозначно, и даже может быть, вот у меня есть пациенты, взрослые, которые, скажем, да, там, допустим, там, 15-20 лет, вот он идет в армию, 18 лет, вот у него такие проблемы со спиной, катастрофические, начинаешь раскручивать обратно, и выясняешь, что ребенок родился с родовой травмой, его никто не лечил, он там походил на цыпочках, вот он там как бы, да, потом это все прошло, вот, и вдруг он выдает остеохондроз в возрасте там 18 лет, у него начинают разрушаться позвонки, и он становится практически полуинвалидом, это проявление детского церебрального паралича, да, это то, что ты хотела услышать, и с этого. Ну, и это в том числе, но я, наверное, больше думала вот про более выраженные признаки, там, когда имеется уже какой-нибудь гемифорез, и что происходит. они только, я объясню, нарастает контрактура, то есть, что это такое, это мышечный спазм, который приводит к отсутствию движения в суставах, то есть, руки, да, они становятся вот такие, ноги становятся поджатые, и ребенок, в принципе, он прикован к инвалидной коляске, вот, причем, что интересно, что довольно часто у таких детей очень хорошо работает голова, вот это, да, крайне, то есть, ребенок, он развивается, головной мозг нормально, он все понимает, все говорит, он даже некоторые талантливее, чем обычные дети, но мышечная система напрочь отсутствует, она поражена, поэтому это только нарастает. Да, об этом спрашиваю. Еще один вопрос, или один ответ. Да, я слушаю. Может быть, связано хождение на цепочках и проблемы с ЖКТ? Может быть, связано. Может быть, связано, если это, опять же, поражен центр мышечный и центр, который регулирует мышечную структуру кишечника, предположим, да, то будет так называемое состояние, которое называется нарушение перистальтики золочного кишечного тракта. Это, может быть, хронические запоры, хронические поносы, нарушение всасывание вполне может быть связано. Ну, собственно, вопросы кончились, время тоже. Значит, ну, смотрите, может быть, если, ну, это уже, как бы, да, администрация, если появятся вопросы, как бы, да, вот, накопятся, то, может быть, там, на следующей конференции, минут 10-15 первых, мы можем продолжить ответ на вопросы, а потом следующая тема. Это как вы решите, я, в принципе, готов. Подумаю. Ну, все, тогда всем спасибо, если это было полезным, я буду рад, что если это полезно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова